МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евразийское пространство. Прощай и здравствуй, СССР. Мечта президента Назарбаева и страшный сон Збигнева-Бжезинского. Воспоминания о будущем. Тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А тот, кто думает, что его можно создать в прежнем виде, у того нет ума. 40 лет, которые потрясли Европу. Ленин и Черчилль, близнецы-братья. Проект Большой Европы. Геополитический вектор судьбы. Выбор России. Вот стали, разъезжались, стали независимы. Кому от этого легче стало жить? Новый центр силы и сценарий развития в программе Евразийский вектор. Исторический опыт показал, что пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой, Объединенная Евразия успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. К сожалению, в 20 веке мы отказались от этой здравой и традиционной для нашей страны политики, И начали руководствоваться европейскими принципами. Пытались всех сделать одинаковыми. Лев Николаевич Гумилев. 90 лет назад, в 1922 году, был образован Союз Советских Социалистических Республик. Первоначально в него вошли Российская Федерация, Украинская ССР, Белоруссия и Закавказская Республика. Это было первое в мире добровольное объединение республик с целью построения нового общества и защиты национальных интересов. Все входящие в Советский Союз Республики имели равные права и могли выйти из состава СССР. Подобный геополитический проект намного опередил страны Европы. Сегодня мы вновь обращаемся к советскому опыту интеграции на новых, современных условиях. Тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А тот, кто думает, что его можно воссоздать в прежнем виде, у того нет ума. Я думаю, у тех, кто предлагает создать Еврозес, есть оба эти качества. Потому что, когда распался Советский Союз, резали по-живому. А ведь главное, что в нем было, это единое экономическое пространство. Когда оно перестало существовать, проиграли все. И когда поняли, что без этого все-таки не обойтись, а ведь, как гласит народная мудрость, гони природу в дверь, она влетит в окно. Но стали постепенно делать какие-то шаги в том, чтобы воссоздать это пространство. Российская Федерация всегда была ядром и Российской империи, и Советского Союза. Получив независимость, Россия оказалась на перепути. С одной стороны, энергетические запасы, нефть, газ, позволили сделать резкий скачок в экономике. С другой стороны, 25 миллионов наших соотечественников оказались отрезаны от Родины. Да и сама Россия всегда была многонациональной страной, страной народов, связанных общей судьбой. Но с другой стороны, надо иметь в виду, что географически Россия, конечно, евразийская страна. Страна, где существует не одна цивилизация, а несколько цивилизаций. И даже на уровне законодательства о религии, в федеральном законе, у нас есть четыре исторические религии. Наряду с православием, это и ислам, и буддизм, и иудаизм. И, естественно, наличие достаточно сильного мусульманского компонента не позволяет однозначно говорить о абсолютно стопроцентном европейском выборе. После распада СССР очень быстро выяснилось, что западные и восточные партнеры, которые радостно приветствовали развал Великой Империи, не собираются включать новые независимые государства в свои объятия. В лучшем случае их рассматривали как источники сырья и свалку отходов. Мусорные республики так метко окрестили их в США. С этой целью повсеместно поддерживались мифы об угрозе независимости, агрессивности и имперских амбициях России. Делалось все, чтобы не допустить даже намека на сближение или интеграцию. Но время шло. Россия становилась все более привлекательной, а миф об имперских амбициях так и остался мифом. 20 лет прошло после распада Советского Союза. Но пора бы забыть вот эти все глупые мифы о том, что Россия высасывала из кого-то какие-то ресурсы и на этом благоденствовала. Если бы это было так, ну 20 лет независимости, пожалуйста. И если мы сравним основные макроэкономические показатели, ну допустим, среднюю зарплату населения или минимальную зарплату населения. В Таджикистане средняя зарплата только в прошлом году приблизилась к 100 долларам. В России она примерно на порядок выше. Но так кто кого эксплуатировал? Вот стали, разбежались, стали независимы. Кому от этого легче стало жить? Я думаю, что вот эта обанкротившаяся мифология, она по-прежнему берется на щит и эксплуатируется только потому, что есть у национальных элит некий страх о том, что если перейдем к объективным оценкам, то очень многое придется пересмотреть во внутренней и во внешней политике этих государств. На этом фоне в 1994 году, как гром с ясного неба прозвучал призыв президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об образовании Евразийского Союза. Мудрый трезвый политик, он первым осознал необходимость интеграции на новых основаниях. Тогда по разным причинам его призыв не был услышан. Президент Казахстана Назарбаев, казалось бы, один из крупнейших государственных деятелей того времени, просто не был поставлен в известность о том, что Ельцин, Кравчук и Шушкевич принимают решение о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик. И вполне закономерно поэтому, что уже после крушения Великого Союзного Государства, именно в Казахстане рождались многие инициативы, связанные с усилением интеграционных процессов. Евразийская идея родилась еще на заре советской власти. Тогда целый ряд ученых, основываясь на географическом положении России, выдвинули идею славяно-тюркского объединения, исходя из многовекового опыта мирного сосуществования. Позднее эту идею творчески развил выдающийся ученый Лев Николаевич Гумилев. Он считал, что есть комплементарные этносы, которые могут жить в мире и согласии. К ним он относил и славяно-тюркский симбиоз. Не случайно фамилии многих выдающихся русских ученых, писателей, военачальников имеют тюркские корни. Многовековая история нашей Родины доказала, что славянские и тюркские этносы могут очень хорошо между собой уладить. Давайте возьмем фамилии хотя бы многих выдающихся русских людей, начиная от Карамзина и Менделеева и кончая Куприным и Рахманиновым. Ведь эти прославленные фамилии русских историков, ученых, писателей, композиторов, этимологически тюркские. В то время, когда на обломках Великой Державы новые независимые государства пожинали плоды своей независимости, Европа объединялась. Считается, что первым идею Соединенных Штатов Европы выдвинул в свои речи в 1946 году сэр Уинстон Черчилль. Он призывал создать Совет Европы. Правда, позднее выяснилось, что эту идею создания Единой Европы он украл у русского революционера Бакунина, который еще в 1886 году заявил об образовании Соединенных Штатов Европы. Позже эту мысль подхватил и товарищ Ленин. Сегодня ошибочно полагают, что началом объединения европейцев послужил пакт об угле и стали, который подписали в 1951 году Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Считается, что в основе Союза лежали чисто экономические основы. Но, честно говоря, у меня, как у историка, это вызывает просто возмущение. Потому что это противоречит историческим фактам. Отнюдь не начиналось с экономики. Это мифология, которую придумали европейцы. Что вот объединение угля и стали, и там постепенно они становились, интегрировали, расширяли сферы различной интеграции, присоединяли новые страны. Нет. После окончания Второй мировой войны была, прежде всего, решена при помощи Соединенных Штатов политическая проблема. Проблема безопасности. Были введены войска Соединенных Штатов на территорию ряда ключевых государств Европы. Была консолидирована вот эта Западная Европа на основе идеологических ценностей. Каких? Ценностей антикоммунизма. И только после того, как вопрос ключевой безопасности решен в рамках Североатлантического альянса, вот на этой основе и начали более-менее продуктивно функционировать экономическое объединение. Сегодня Европейский Союз насчитывает уже 27 стран-участников. На его долю при 500 миллионах населения приходится почти 30% мирового производства. К своему сегодняшнему виду ЕС шел почти 40 лет. В 1992 году был подписан Махстрицкий договор, который и закрепил в нынешнем виде образование ЕС. С 1999 года в ЕС действует единая валюта – евро. Тогда европейская интеграция была успешной, потому что был очень солидный внешний спонсор. Это те же Соединенные Штаты, которые при помощи плана Маршала вкладывали гигантские деньги в восстановление разрушенной экономики государств Западного Блока. В случае же СНГ, в нашем случае, у нас такого внешнего спонсора не было. Более того, и страны Западной Европы, и Соединенные Штаты Америки, если и вкладывали разные деньги в виде грантов, финансовой и материальной помощи, то, как правило, в те проекты, которые были направлены не на интеграцию бывших союзных республик в единое целое, а наоборот, они финансировали различные дезинтеграционные объединения. Смотрите далее. Страшный сон Збигнева-Бжезинского. Новый центр силы. Опыт Европы, на мой взгляд, очень важен, но именно с точки зрения того, как нельзя создавать эти союзы. Вперед в будущее. Геополитический прорыв России. Я думаю, что вот от этого выиграют все. В своей книге «Великая шахматная доска» известный американский геополитик Збигнев-Бжезинский написал, что главной задачей США на территории Евразии является недопущение возникновения крупного геополитического образования наподобие СССР. Действительно, если посмотреть на общие ресурсы трех стран, то это реальная сила на евразийском пространстве. Новое объединение может стать еще одним центром силы в мире. А это провал американских стратегов. Вообще, изначально, в 92-м году, когда, вскоре после того, как распал Советский Союз, Пентагон достаточно прямо сказал о том, что задача Соединенных Штатов Америки и их союзников состоит в том, чтобы не допустить возрождения на территории бывшего СССР чего-либо подобного по своей военной мощи Советскому Союзу. Поэтому, конечно же, с самого начала любой реинтеграционный процесс, объединение ресурсов, вот с этой точки зрения он может вызывать определенные опасения. Западная пресса откликнулась на идею создания Евразийского Союза очень негативно. И это понятно. В условиях глубокого финансового кризиса, который неизвестно когда и как закончится, появление на мировой арене нового сильного геополитического образования не сулит Европе ничего хорошего. Появление сильного конкурента ставит под сомнение ведущую роль Европы. Опыт Европы, на мой взгляд, очень важен, но именно с точки зрения того, как нельзя создавать эти союзы. Мы видим печальные последствия формирования Европейского Союза и в том числе новой валюты, евро. Если говорить о необходимости формирования принципиально новой цивилизационной общности, то мы должны базироваться не на опыте Европы, а на том опыте, которое накопила русская цивилизация. Если мы посмотрим историю Руси, то, по крайней мере, со времен Ивана Грозного на Руси были решены те концептуально значимые цивилизационные вопросы, к которым Европа только-только сегодня подступилась. Что такое создать новое единство? Это прежде всего единый язык, это прежде всего единая система мер, единые деньги, единая культура, а точнее, я бы сказал, даже нравственность. Своеобразие культуры есть, но та иная культура должна базироваться на одной нравственности. Так вот, эти все вопросы среди многочисленных княжеств, ведущих междоусобные разборки, были решены русской цивилизацией еще во времена Ивана Грозного. Владимир Путин в своей статье об образовании Евразийского экономического союза четко заявил, что союз ни в коей мере не будет повторением СССР, что это добровольное объединение равноправных партнеров. В перспективе планируется и появление собственной валюты и наднациональных органов управления. Нам-то нужно заявить о том, что мы способны создать свой собственный финансовый центр, но для этого мы должны обеспечивать своими товарными ресурсами уже не доллар, а именно эту валюту. Как только мы начинаем продавать наши ресурсы не за доллары, а за эту новую валюту, рубли или как-то иначе ее назовем, то тогда ситуация в мире радикальным образом изменится и появится спрос на эту валюту. Потому что если вы попробуете приехать в Соединенные Штаты с рублем, они вам ничего не продадут. Но почему же они приезжают к нам со свежеотпечатанным рюкзаком долларов и мы им отдаем все, что угодно? Нефть, газ, лес. И я уже приводил.